Здесь, около этого окна, мужчина пытался забраться, но через это окно, получается, я тоже залез, он мне помог и проник туда, в дом. Дмитрий Уваров знает, что бывает за проникновение в чужой дом. Мужчина работает в исправительной колонии. Но это как раз тот случай, когда на раздумье не было времени. В соседнем подъезде произошел пожар. В квартире остался полугодовалый мальчик. Жена услышала шум, крик непонятный, выглянула с балкона, там была уже женщина с ребенком. Она спросила, что случилось, она говорит, что горит. Спросила сразу жена, где второй ребенок, она говорит, что остался в доме. Лег на пол, дополз до кроватки, увидел, что кроватка. Все, встал, нащупал ребенка, он спал, ничего, не шевелился, спал просто. Вот. Поднял его на руки и понес к окну. Грудного ребенка зовут Тамерлан. Сейчас с ним все хорошо. Но страшно подумать, что могло произойти с мальчиком, если бы не его спаситель. В тот роковой день перепугался весь подъезд. Я быстрее ребенка, быстрее бабушек. Надо мной бабушка, я 83 года глухая, потом дальше. Мы бегали, только людей вкунировали. Позже выяснилось, что причиной пожара стала детская шалость. Старший брат Тамерлана, которому всего 4 года, баловался спичками и поджег диван. Мама в это время спала. Соседи говорят, что женщина в принципе не следит за детьми, якобы они не первый раз подвергаются опасности. Так ли это на самом деле, мы не знаем. Дверь нам никто не открыл. Во всей этой истории Дмитрий героем себя не считает и даже не знает имя мальчика, которого спас. Но возможно, когда Тамерлан вырастет, он сам захочет познакомиться с человеком, который подарил ему вторую жизнь. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком.